Мост в Паланке достроят к 1 мая, а вот когда закончат автодорогу Одесса-Рени, не говорят. Осталось отремонтировать еще 94 километра. Эксперты предлагают использовать бетон. По их мнению, этот материал обладает большей износостойкостью, а себестоимость в разы ниже, чем у битума. Правда, в Автодоре следовать рекомендациям не спешат. Говорят, для этого придется перекрывать необходимый участок дороги не менее чем на 21 день. Бетон набирает свою местность 21 добу. Технологично оно не складнейшее, но это нужно иметь альтернативный шлях по езду. Отмечу, в Украине всего 1% бетонных дорог, в то время как в Европе 30. Пока одним из самых амбициозных проектов на ближайшие два года остается строительство транспортного коридора Гоухаевой. По словам чиновников, деньги на него уже есть. У него уже есть финансование. Цей шлях находится от западного кордона, который я уже заявил, проходя через Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винницу, до Умени. И далее движется по трассе Киев-Одеса. Он находится также на шляху ТНТ-мережи. Это международный транспортный коридор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова